Как посадить грушу, чтобы быстро получить урожай? У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение. Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. А они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью. Яму надо копать глубиной 50 сантиметров и диаметром 80 сантиметров, Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2-3 года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это 10-15 килограммов перегноя, 200-250 грамм суперфосфата, 100 граммов сернокислого калия и 50 граммов аммиачной селитры. Просто бросить удобрения нельзя, корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20 сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку. Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку корневина. Совет. Перед посадкой совершенно не обязательно подрезать корни. Делают это только если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет. Саженцы после посадки укорачивают на одну треть. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение. Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 грамм аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы. Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз, во время распускания почек, второй, в июле и третий раз, в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листва и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение. Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение, привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды. Спасибо за просмотр, если вам было интересно, то поставь палец вверх и подпишись на канал. С нами будет интересно и полезно. Всем пока.